Так, друзья, ну, что хотел сказать. Хотел закоптить сейчас рульку в своей коптильне. Вот купил рульку, беру фольгу, чтобы под рульку подложить, потому что она жирная, будет с нее стекать много жира, чтобы на щепу не попадало. И вот рулька. Вот такая рулька, это задние части. 150 рублей килограмм, здесь на 170 рублей. В Анапе куплено. На южном рынке цены у нас на 13 февраля 2023 года. Ну что, сейчас буду готовить коптильню и коптить. Так, друзья, ну вот я разжег огонь. Огонь горит. Несмотря на то, что у нас сырая погода, без розжига обошлось. Подготовил коптильню, насыпал щепу. Щепа у нас из черешни. Ну, и сейчас буду загружать рульку. Так, ну, так вот, с такой фольги сделал лошадь. Загнул края, чтобы жир не стекал на нижней решеточке. И одну рульку буду зажаривать. Так, ну вот, время 14.55. Ну, минут 30-40 будет готовиться. Сверху прижал плиткой, чтобы не поступал воздух в крышку железную. Сейчас буду подкладывать дровичек, чтобы был огонь чуть-чуть еще. Друзья, ну вот прошло 20 минут. Вот я открыл, чтобы перевернуть хочу рульку. Посмотрите, вот так она пока выглядит, запекается. Сейчас я ее переверну. И еще будем коптить. Напомню, это копчение горячего копчения рулька. Так, друзья, ну вот я снял пыль нос домой. Готовая рулька. Ну, первый раз я ее коптил. Видите, я ее разрезал, проверял. То, что она прокоптилась, нет. Там была сначала сырая, потом еще раз щепы добавлял. Короче, полтора часа коптил. И на час оставил томиться под дымком там уже в коптильне. Ну, вот такая рулька. Такое лаваш. Вот такое светлое пивко. Ну, и это сейчас разрежу кусочек и покажу уже, попробую с него вкус и покажу, как выглядит все это. Так, ну вот я ее разрезал. Вот такой кусочек. Вот так это все выглядит. Вот так она, рулька в разрезе, видите, вся прокоптилась. Чуть, конечно, кожица подкоптилась черновато, выглядит непрезентабельно. Но вкус, конечно, обалденный попробовал. С горячим лавашиком, с пивком. Просто идет в одно удовольствие. Ну, и что еще хотел сказать, что где-то рекомендую, что можно кожицу снимать, убирать, тогда не будет подгорать. Ну, или предварительно можно ее чуть-чуть отварить и на коптильне тогда. Ну, а так, видите, процесс получается долгий, надо с щепой угадать, какую высоту ее поднимать на решеточке, сколько щепы. Потому что сначала она была у меня такая золотистая вся, но не прокоптилась, разрезал. Но сейчас, видите, как видите, прокоптилось все окей, но вот кожица подгорела. Так же вы, как шашлык-то, когда жарите, когда попадаются сальные кусочки, они становятся черненькими. Так и здесь вот эта получается сальная кожица, она подчернела. Ну, а так, обалденный вкус и всем рекомендую. В следующий раз я уже буду опытным, уже сделаю две рулечки и будет уже намного вкуснее. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok